Судебное дело генерала Ивана Попова, также известного как «Спартак», приняло неожиданный оборот. Подчерковическая экспертиза подтвердила, что подпись в документах, которая была главным доказательством обвинения, на самом деле подделана и не принадлежит подозреваемому. Это означает, что обвинения в служебном подлоге и мошенничестве были несправедливыми. И прежде чем начать, я попрошу вас подписаться на канал, если вам понравилось видео, а также ставить лайки и оставлять комментарии. Обязательно досмотрите видео до конца, там я расскажу, что ждет Россию в ближайшем будущем. За это видео может быть удалено, поэтому не затягивайте с просмотром. По имеющейся информации, два офицера, которые были свидетелями обвинения, стали подозреваемыми в подделке документов и привлекли генерала Попова к уголовной ответственности. Эти обстоятельства потребуют нового рассмотрения дела и выяснения всех обстоятельств ситуации. Дело генерала Ивана Попова начало развиваться необычным образом. Когда его арестовали в мае, его обвинили в хищении металлоконструкций на 130 миллионов рублей, предназначенных для строительства оборонных объектов. Изначально это могло показаться очередным антикоррупционным делом, которых после смены министра обороны становится все больше. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что это дело существенно отличается от других судебных процессов. Последние события, в том числе результаты почерковической экспертизы, показали, что подпись в документах, являющихся одним из доказательств по делу Попова, ему не принадлежит. Это ставит под сомнение обоснованность обвинений, предъявленных генералу. Во-первых, речь идет не о штабном чиновнике, который десятилетиями сидит в уютном московском кабинете и перебирает бумаги, а о настоящем боевом генерале. Попов руководил войсками во время украинского контрнаступления летом 2023 года и во многом благодаря его усилиям армии удалось сдержать врага. Второе. Попов совсем не выглядит коррумпированным. У него нет особняка на Рублевке и коллекции дорогих автомобилей. Генерал живет в служебной квартире, а из собственности у него только два пустующих земельных участка. Третье. Вообще вся история с кражей металлоконструкции выглядит очень странно, мутно и мелочно, особенно на фоне расследований, связанных с миллиардными взятками. Ряд экспертов полагает, что генерала Попова мог подставить кто-то из высших чинов. Офицер не стеснялся прямо говорить о проблемах на фронте, что наверняка выводило из себя некоторых его начальников, для которых хорошие, но лживые отчеты были, видимо, важнее горькой правды. Кто это был, можно только догадываться, но эта версия уже подтвердилась. Оказалось, что бывшую команду Ивана Попова подвели под статью два офицера. В ходе следствия один из офицеров признался, что подделал подписи Попова по указанию старшего по званию, о чем открыто заявил на допросе, рассказал ТАСС-адвокат Сергей Буйновский. Некоторые представители общественности считают преступной глупостью сведения личных счетов с талантливым боевым генералом в условиях вторжения в Курскую область. Остается надеяться, что справедливость восторжествует и генерал будет освобожден. Следственный комитет обратился в военный суд с просьбой сократить сроки ознакомления с делом генерала Ивана Попова. У бывшего командующего войсками ПВО армии есть два дня на ознакомление с почти сотней томов материалов. Кроме того, графологическая экспертиза показала, что кто-то подделал его подпись в документах. Подробнее об истории, которая становится все более запутанной, читайте в материале ура.ру. Текст ходатайства Следственного комитета РФ о сокращении срока ознакомления с почти сотней томов уголовного дела о мошенничестве приводит ТАСС. Прошу суд удовлетворить ходатайство следственных органов об установлении срока ознакомления обвиняемого и его защитников с материалами дела до августа включительно. Таким образом, у генерала Попова и его адвокатов есть почти два дня, чтобы разобраться со всеми деталями обвинения. Почему следствие торопится? Может быть, дело в результатах графологической экспертизы, которая поставила версию, основанную на подписях генерала, с ног на голову. Адвокат Ивана Попова, Буйнов, утверждает, что результаты экспертизы ставят под сомнение обоснованность предъявленных Попову обвинений. А значит, дело должно быть пересмотрено. Неожиданный поворот в деле Попова начали активно комментировать в социальных сетях. Одним из первых высказался Михаил Звин, автор провоенного телеграм-канала Райбар. Он отметил, что генерала широко поддерживали СМИ и военные. И такой поворот истории позволяет аккуратно предположить, что красивое и яркое дело Ивана Попова может отчасти удовлетворить запрос общества на справедливость. Райбар добавляет, что на фоне разворачивающегося вторжения в Курскую область возможный пересмотр дела генерала добавит позитива на фронте. Популярный журналист и блогер Юрий Подоляко, после того, как стало известно о подделке подписи Попова, начал строить предположения, кому и зачем это могло понадобиться. Он предполагает, что следствие возбудило второе дело о служебном подлоге на основании, возможно, слабых доказательств по основному обвинению в особо крупном мошенничестве. Генерал-майор Иван Попов, арестованный в мае, стал фигурантом уголовного дела о хищении более 1,7 тысячи тонн металла. Главным доказательством по делу стал перевод денег на карту. Следствие оценивает ущерб от его действий в 100 миллионов рублей. Попов не признает своей вины и сейчас находится под домашним арестом. В июле суд смягчил генералу меру пресечения, отпустив его из СИЗО домой. Адвокат оценил шансы генерала Ивана Попова добиться справедливости в деле, по которому он проходит в качестве обвиняемого. Данные экспертизы о поддельной подписи серьезно подрывают версию следствия. Однако есть одно «но», в ходе масштабной чистки в Министерстве обороны уголовные дела были возбуждены в отношении многих представителей руководства военного ведомства. Однако одно из них выделяется, среди задержанных чиновников оказался реальный участник боевых действий, генерал Иван Попов, которого обвинили в мошенничестве и служебном подлоге. Тем не менее волонтеры и офицеры выступают в его защиту. Адвокат подозреваемого утверждает, что все улики против него косвенные, а недавно проведенная экспертиза подтвердила, что его подпись на ряде документов была подделана. «Есть ли у Попова реальный шанс добиться справедливости», рассуждает адвокат, кандидат юридических наук Янис Юкша. По словам адвоката, дело может действительно начать разваливаться после того, как появится доказательство подделки подписи. Если экспертиза выявит несоответствие с утверждением следствия о том, что он подписывал эти документы, это серьезно подорвет версию следствия. Однако в материалах дела могут быть и другие доказательства. «Если они окажутся достаточно убедительными, генерал будет признан виновным», считает собеседник первого русского. Но не стоит забывать, что доказательства строятся не только на таких документах. По всей видимости, есть показания сослуживцев, показания коммерсантов, которые говорят о том, что в данном случае был сговор, была какая-то схема, и она, скажем так, отличалась от законной. Проще говоря, имела место нарушение закона. Как сообщалось ранее, в деле Попова есть много странностей. Например, у генерала не было обнаружено роскошного имущества, как у других чиновников Министерства обороны, арестованных в этом году. Кроме того, следствие не захотело раскрывать имя военнослужащего, который ранее был главным обвиняемым. Также до сих пор вспоминается конфликт между Поповым и начальником Генштаба вооружённых сил Валерием Герасимовым. Следствие обвиняют в предвзятости, так как подозреваемому несколько раз отказывали в смягчении меры пресечения до домашнего ареста. Почерковическая экспертиза установила, что подпись на документах, которые фактически являлись главным доказательством вины генерала Спартака, позывной Иван Попов, не принадлежала ему в рамках уголовного дела о мошенничестве. Проще говоря, эксперты доказали, что рощерк поддельный. Вернуть бы генерала на фронт вместо Лапина, доверить Северный фронт, призвал Олег Царёв. Напомним, по версии следствия, генерал-майор Иван Попов причастен к мошенничеству в особо крупном размере, которое связано с хищением почти двух тысяч тонн металлоконструкций, предназначенных для строительства инженерных сооружений в местах дислокации его частей на Запорожском направлении. Стоит также напомнить, что речь шла о сумме более 114 миллионов рублей. Теперь, когда появилась новость о поддельной подписи в деле генерала Спартака, она буквально произвела эффект бомбы в блогерском сообществе, ведь многие люди, лично знающие генерала, не верили, что он может быть вором. Военный блогер Михаил Звен в своём телеграм-канале «Райбар» прямо пишет, что дело Попова не перестаёт удивлять. Один из самых ярых защитников генерала, военный блогер Юрий Подоляко, не сдержал эмоций и задал один из главных вопросов, кто подставил Спартак. Зачем и кому понадобилось фабриковать дело против популярного в армии генерала? Военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепков и Ден Порядко, бывший командующий 58-й армии генерал Иван Попов, общаясь с журналистами по окончании судебного заседания 20 августа, заявил, что готов вернуться в ЮВО, если руководство попросит его об этом. «Призван, иди, не призван, не спрашивай», прокомментировал он вопрос журналистов о возможной отправке в зону спецоперации. На просьбу развернуть ответ Попов предложил читать между строк, при этом, как обычно, улыбаясь. Видео из зала суда с репликой генерала распространил телеграм-канал «Маш». В ходе судебного заседания стали известны результаты подчерковической экспертизы, которая установила, что подпись на документах, на которых строилось обвинение в мошенничестве, ему не принадлежало. Проще говоря, их кто-то подделал. По мнению адвоката Попова, дело должно быть пересмотрено, так как теперь следствие опирается не на прямые, а на косвенные улики. Ранее организация «Армия защитников Отечества» обратилась в Министерство обороны. Она просила отправить его из-под домашнего ареста в Курскую область, тем самым строго наказав его. Как сообщает «Маш», руководитель общественной организации, Иван Атраковский заявил, что Попов – опытный и грамотный воин. Именно он, командуя 58-й армией, остановил наступление в Запорожье и сидеть с таким прошлым под домашним арестом, когда на границе кипит жизнь – крайне глупая и недальновидная идея. Генерал-майор и бывший командующий 58-й армией Иван Попов был арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, о чем сообщил 21 мая 2024 года. До этого, в июле 2023 года, стало известно о его отстранении от командования после доклада о проблемах в армии. «Обращение командира опубликовал глава комитета Госдумы по обороне и экс-заместитель командующего Андрей Гурулёв. Меня сняли с должности. Я жду своей дальнейшей судьбы, изменений в армии, предложений о дальнейшей службе», – заявил тогда Попов. Военное и политическое сообщество поддержало Ивана Попова. О его отстранении от службы и последующем аресте высказались самые разные деятели. Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак подчеркнул, что доклад генерала Попова был конфиденциальным и находился в закрытом чате командиров и бойцов 58-й российской армии. То, что депутат Гурулёв каким-то образом получил его и сделал из этого политическое шоу, пусть останется на его совести, как и другие его высказывания и комментарии, – добавил Турчак. Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов отметил, самое главное умение любого начальника – видеть проблемы и слышать своих подчинённых. Так он прокомментировал, в частности, слова Попова о проблемах в армии, связанных, в частности, с отсутствием контрбатарейной борьбы в зоне СЗЗ и артиллерийских разведывательных станций. Военные корреспонденты и военные блогеры также горячо поддержали генерала Спартака. Александр Коц, работающий в «Комсомольской правде», написал в своём телеграм-канале «Одно дело, если офицер продал гуманитарную помощь и положил деньги себе в карман, и тут должны быть металлические доказательства, например, украденные конструкции». Другое дело, если это сделали подрядчики, субподрядчики, которые должны были строить укрепления, а генерала теперь обвиняют в недосмотре. А ему некогда, он воюет, а не строит. Военный корреспондент Александр Сладков отмечает, «Иван Иванович стоял во главе войск, отразивших немыслимое патрагизму и интенсивности контрнаступление противника. Я уверен, что с ним разберутся, его не расстреляют, возвращайтесь в строй». Генерал Иван Попов не вор, он солдат. Генерал-майор Иван Попов был назначен командующим 58-й армией Южного военного округа, отвечающей за запорожское направление. К марту 2023 года. Тогда же он получил и воинское звание. За год до этого, как писало агентство «Рейтер», он командовал российскими войсками в районе Балаклей-Харькова. 8 июня 2023 года генерал доложил, «Фактически все четыре колонны, которые пытались прорвать оборону 70-го полка, были остановлены и задержаны минными полями, которые установили военнослужащие этого полка». Процитировал сообщение Попова в своем телеграм-канале член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Попова в своем телеграм-канале